Я забыл включить запись, ну ладно. Короче, начнем с этого момента, Денис. Повтори, вырекательную историю под запись. Да, действительно, можно ее даже короче сформулировать, да. Соответственно, Киро дает у Ротина три яблока, да. Когда у Ротина одно яблоко съедает и одно отдает Мальвине, сколько у Ротина осталось яблок? Одно. Сколько изначально было? Что вы сказали? Сколько изначально было? А, человек вот сразу знает правильный ответ, и он, соответственно, задает правильный вопрос. А я попался. Да, дело в том, что формулировка, Киро дал Ротина три яблока, она не подразумевает, что у Ротина изначально было ноль яблок. То есть это больше похоже на операцию присваивания добавления еще трех новых яблок, да. Нам нужно всегда удостовериться, что изначально было действительно ноль яблок, чтобы уверенно на вопрос можно было ответить, что у Ротина осталось одно яблоко. Это очень важно. Как раз, да, сразу же понятно, что переменная B пока не инициализирована никаким значением. Соответственно, что находится внутри этой переменной B, сказать нельзя. Да, в общем случае, обращение к неинициализированной переменной, насколько я знаю, C++ рассматривают как неопределенное поведение и могут в этот момент делать все, что угодно. Поэтому никогда так не делайте. Давай, кстати, взглянем, что делает C-Lang. У нас тут компилятор C-Lang в примере. Он инициализирует нулем почему-то. Может, он просто взял ноль? А, тут, кстати, очень интересно. На самом деле, если говорить про C-Lang, у C-Lang, насколько я помню, есть замечательный аргумент компиляции F-Sanitized, да, который позволяет, если написать минус F-Sanitized равняется undefined, дополнительный аргумент при компиляции, да, он позволяет runtime hero выбрасывать каждый раз, когда у вас возникает неопределенное поведение. Ага, ну, это юзается как раз на CodeForces. Там есть вариант отправки C-Lang, собственно, с C++17 и F-Sanitized. Ну, я думаю, мы к этому позже перейдем. Сейчас нам нужно выяснить, одинаковая ли вот эта вот штука, когда я в int A равняется единицу записал, и вот эта вот штука, когда я создал A, а затем записал в него единицу, вот как пример из B. Есть у кого ответы идеи? Ну, я думаю, точно, что это одинаково. Есть другие мнения? Одинаковые с точки зрения работы программы или с точки зрения конечного значения? С точки зрения работы программы. С точки зрения конечного значения будет одинаково. Может быть, создается переменная, туда записывается единичка в первом случае, а во втором случае создается переменная, туда записывается мусор. Ну, он не записывается, он там и так есть, а потом туда присваивается двойка. Нет, ну, вообще я могу вбросить ответ, потому что я только что проверил год болтом, вот, на всякий случай, потому что я всегда в таких случаях сомневаюсь в своей интуиции. Окей, ну, я на самом деле сейчас покажу, в чем тут прикол. Типа, запустим эту, выдает A равняется единице, окей. Запустим эту штуку. Выдает... Компилейшн Гера, там две буквы, там две А. Да, надо закомментировать. Так, ну давай. Он сломался. Ну, тоже единицу. А если я захочу написать здесь const и выведу, да, константный int. Окей. А вот если я добавлю здесь const, то у меня, по-моему, уже заругается. Да. Да, обязательно. То есть, константа не проинициализирована. То есть, это разные вещи. На самом деле, если вы пишете сразу равно, то это все-таки не создание переменной, а потом присваивание какого-то значения, а это именно инициализация переменной изначальным значением. То есть, это такой тонкий момент. А ты что хотел сказать, Денис? Да, ну вообще, ребята с СОП, наверное, это знают, да, что когда... Ну, что вы можете через присваивание вызывать другой конструктор, на самом деле. То есть, у вас... Когда вы создаете экземпляр некоторого класса, да, и используете сразу присваивание, да, у вас вызывается конструктор инициализация, а не оператор присваивания. То есть, это разные вещи с точки зрения ООП, по крайней мере. Но это, наверное, уже для более продвинутых ребят, которые шарят за ООП. Окей. Давайте тогда расскажем немного про переменную D, как она инициализируется. На самом деле, эта штука, собственно, позаимствована из массивов сишных. То есть, ну, у нас есть некоторые примеры, типа, если мы хотим создать массив R, то мы его можем проинициализировать некоторыми значениями из пяти элементов, например. И это будет массив целых чисел. Вот. И мы можем даже его вывести на экран в цикле for меньше пяти и плюс-плюс. Вот. Это даже выведется у нас. Но затем, на самом деле, с развитием C плюс-плюс они нашли этому другое применение. стали инициализировать, собственно, не только массивы в фигурных скобках, но и любые другие значения тоже. То есть, добавился у нас конструктор инициализации, и теперь нам в C плюс-плюс можно даже без равно писать, вроде как. Вызовется то же самое. Инициализация. Видите, все работает без равно. В общем, эта штука заимствованная из C. И даже если мы заменим, например, массив на вектор, это будет работать. Int. Немного не понял, а в чем тогда суть? Какой это у плюс? или это просто то, что можно так и так делать? Ну, на самом деле, плюс из этого, ну, я знаю только один плюс, собственно, если мы захотим создать свой, не, на самом деле я знаю два плюса. Ну, я думаю то, что лишнее, я могу уже скереть. Вот, если мы создадим свой некоторый тип, там, например, точка. Да, и у нее переменные x и y. Собственно, как мы ее можем создать? Мы, ну, например, нам нужна точка с координатами 1, 2. Можем ли мы создать через скобочки? Кто знает ответ? Насколько помню, C++ генерирует конструктор подходящий, но это не точно. Ну, сейчас проверим. А, нет, не может. У нас нет соответствующего конструктора. конструктора. ПТ просто, а не П. П. А, соответствующего конструктора. Ну, не заработает. Окей, нет. А если мы заменим круглые скобки на фигурные скобки, то это уже будет работать. 1.2. То есть, это, собственно, в данном случае непосредственная инициализация значениями параметров структуры. Собственно, первое значение записывается в первую переменную, которая объявлена, второе значение записывается во вторую переменную. Даже если мы сделаем вот так вот, это все равно будет работать. Если в структуре будет три перемена, то в третьей просто ничего не запишется в данном случае. Сейчас попробуем. ПТ З. Окей. Только не ПТ. А, да. Надо было назвать переменную ПТ. Ну, на самом деле записался ноль. Ожидаемое поведение. Возможно, туда не записался ноль, а просто это C-Lang так посчитал, что ему там удобнее хранить ноль. То есть, это ни о чем не говорит, когда нет достаточного количества аргументов в списке инициализаций, вам ничего не гарантировано. ну да, но если мы добавим тройку, например, то это все заработает. Ну, собственно, вот пример, когда нам фигурные скобки помогают писать более лаконичный код, то есть, в этом примере нам уже не нужен никакой конструктор. Мы можем напрямую фигурные скобки юзать, если конструктор у нас тривиальный. Давайте попробуем равно затестить. Равно работает. Окей. и попробуем собственно записать в п. Тоже работает. И если мы какой-то параметр не укажем, то силенг к нам запишет нолики. Но это не точно, как сказал Денис, нужно разбираться, будет ли что-нибудь записано или нет. Давайте попробуем си-минус этим. Это только в 17-й версии C++? Нет, вроде. Тут я могу бросить. Смотрите, по большей части это C++11, то есть практически весь функционал, который есть со списками инициализации, он был закинут в C++11. Но единственное, что я не помню в точности, это как раз инициализация структур по умолчанию, то, что возможно. Возможно, она была добавлена чуть позже, в 14-м стандарте, но это, конечно, надо проверять. Скорее всего, тоже, наверное, Вадим. Ну да, это надо на C++ референс проверить, но мы ориентируемся на 17-й. Собственно, в 17-м работает точно. Вот, тут кто-то дописал уже равно. Собственно, вы видите, то, что если мы у структуры некоторых значений укажем некоторое значение, то оно будет всегда воспринято как значение по умолчанию. Вот, мы создали, передав только первое значение, а второе и третье у нас стали равны минус 1 и минус 1. Если мы теперь укажем второе ноликом, а третье единица и запустим, то наши значения по умолчанию должны перезаписаться. По идее. Надо перепроверить. Ну, тут долгий почему-то процесс компиляции в этой ID. Но на самом деле у нас например на работе, где я работаю, здесь используется не равно, а используются фигурные скобки. Ну да, он перезаписал значения по умолчанию новыми значениями. Давайте оставим так. То есть не равно используется, а фигурные скобки. То есть вот так. Фигурные скобки здесь тоже возможно использовать как значение по умолчанию у параметров структуры. Будет то же самое, если мы не передадим двойку, то будет то же самое. Минус один. Денис, ты знаешь разницу между оператором равно здесь и фигурными скобками здесь? Это одно и то же? Вообще это сложный вопрос. Я знаю, что эта штука поддерживается точно еще с 11 плюсов. C плюс это 11? Да, с C плюс плюс 11. И я полагаю, что в C плюс плюс 11 никакой разницы точно не было. Вряд ли появилось позже. Ну, то есть прям маловероятно. Окей. Ну, на самом деле вы можете использовать и так, и так, но просто знайте, что это возможность есть инициализация фигурными скобками. И это работает не только со структурой, например, ПТ, но и со структурой Pair Intint. Собственно, но тут уже Pair First, а здесь Second. То есть, со стандартными структурами эта тоже штука должна работать. так. есть какие-нибудь вопросы по уже рассказанному у кого-нибудь? структурами не стесняться. лист называется. Есть специальный заголовочный файл, который также называется. И когда вы внутрь круглых скобок передаете фигурные скобки, то это вам гарантируется, что вызовется конструктор, у которого в качестве аргумента будет инициализация лист. Да. А если просто без круглых скобок используете квадратные? А вот вам сейчас вот Дмитрий как раз продемонстрирует вариант. Да, я как по-резкому написал. Собственно, я тут накидал пример, где у структуры свой пользовательский конструктор с двумя параметрами. Ну, на самом деле это вызвалось типа конструктор. Так, минус один, давайте проверим. Окей. Денис вызвался конструктор. Ну, вот в Майерспрете написано и там типа есть нюанс, что когда у тебя много перегрузок и в одной из перегрузок в аргументах инициализер лист стоит, то там надо быть аккуратным с этим, чтобы вызвать нужный конструктор. Да, да, да. То есть здесь вызывается конструктор, скажем так, за неимением инициализера листа. Да, то есть такие преобразования C++ просто позволяют, они разрешены, но они не являются преобразованиями по умолчанию, то есть если у вас будет явный конструктор инициализер лист, и вы внутрь круглых скобок будете передавать фигурные скобки, да, то есть например там вот где P2 стоит, да, вы единичка и минус единичка еще дополнительно обрамите в фигурные скобки. вот вот это уже будет инициализер лист настоящий. И кстати, я не знаю, скомпилироваться или не скомпилироваться, я думаю, скомпилироваться. Скомпилировалось, да. Скомпилировалось, да. Но конкретно вот то, что написано в 15-ти строчке, если написать отдельно еще перегрузить конструктор, да, то тогда там уже можно использовать инициализер лист в другом конструкторе. Ну да, если сейчас для ПТ написать перегрузить конструктор с инициализер листом, то во втором случае именно он вызывается. Ну, это уже такая тонкость, которая относительно редко, на самом деле, прямо в олимпиадном программировании используется, поэтому я не знаю, насколько реально нужно вот про это сейчас рассказывать, потому что, в принципе, я полагаю, достаточно того, что рассказано уже на данном сейчас мы что-нибудь потестим. В общем, для любого типа или для любой переменной вы можете узнать ее размер. раз мы сказали, то, что переменная это тип, имя и значение, ну, есть еще размер, который задается компилятором, и он определяется в O. размер у нас 12, а это размер определяется при помощи вызова оператора sizeof. Вы можете вызывать sizeof не только от названия класса, но и вроде от переменной тоже. Проверим. Так, 12. Размер указывается в байтах. Чтобы узнать имя типа, нам можно использовать type id p, name, то есть для имя типа тоже есть оператор. помимо имя типа и размера есть на самом деле и выравнивание, но больше вроде ничего стандартного нет. ну вот имя типа он у нас вернул как 2pt. Кто знает, почему это не pt, а 2pt? вообще я могу просто коротко сказать, что стандарт ничего не говорит о том, что должно возвращаться при вызове метода name, то есть вам вообще никто не гарантирует, что там выйдет что-то осмысленное, то да, компиляторы в разных своих версиях пишут совершенно разные вещи, почему там 2pt, по-моему, вообще никто. Окей, ну значит, то есть это зависит уже от компилятора. А здесь это типа длина названия класса? Не, вряд ли, вряд ли. Да, можно проверить point. Но будет смешно, если это так, на самом деле, ну прям максимально вряд ли. Да, это длина размера класса. Имени, ну короче, сколько символов здесь. Ну видимо он хранит строки в стиле Delphi, где в нулевом элементе указана длина имени, да, а в этом уже затем идет количество символов. Например, строка хранится как массив 5, дальше p, дальше o, i, n, t. Видимо, так, чтобы не хранить слэш 0. Но это уже загадка Жака Фреско. Еще стоит отметить по поводу сайзов. Значит, сайзов это оператор, который вычисляется на этапе компиляции, то есть во время исполнения программы никакие сайзов и не считаются, они все предвычисляются на этапе компиляции и заменяются на константу. Это, во-первых, из этого какое следствие можно сделать, что вы не можете при помощи сайзов узнать никакой динамический размер во время работы программы, да, то есть память, например, которую вы выделяли динамически, вы так узнать не можете. Что еще? Еще я могу вбросить такую небольшую штуку. Значит, смотрите, какая вещь интересная. Вы выясняете, сколько там максимально можно? Давайте это самое прекращать. Ладно, ну, короче, можно дофига. Да. давайте проверим вот такую штуку интересную. Запустим, посмотрим, что будет. Я запустил. Во. И, как видите, есть еще один очень интересный синтаксис, и про него очень интересная история. Про него рассказывал мужик в шапочке из-под фольги на, по-моему, конференции C++ 2019, ну, или 2020, я точно не помню, ну, наверное, 19 еще год, он рассказывал про заговор, значит, вокруг C++, да, заговор заключается в следующем. Дело в том, что языки C и C++, они на самом деле развиваются параллельно немного. то есть в стандарте C могут быть такие вещи, которых нет в стандарте C++. Это довольно часто так случается. При этом разработчики компиляторов оставляют внутри своих C++ компиляторов функционал, который из языка C, потому что, ну, они его просто не выключают, скажем так, да, потому что обычно компиляторы C++ и компиляторы C это одни и те же программы. Именно из-за этого у нас сейчас кланк ++, который вроде бы компилирует программу из файлика с расширением .cpp, использует стандарт языка C, потому что именно в стандарте языка C описан вот такой замечательный синтаксис. Ну, смотрите, что это элементы с нулевого по девятой. Ну, справа у вас есть вывод, да, вы там можете посчитать раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, соответственно, это элементы с нулевого по девятой включительно. Давай уменьшим количеством. Именно 0, 3.9 это как называется? Ну, диапазон. Так работает? Ну, как видите, я же скомпилировал. Вы справа видите вывод. А просто символ трех точек? А просто символ трех точек? Нет, ну, символ трех точек встречается, в принципе, по-моему, раза два или три всего в CC++, да. Просто символ трех точек, он, ну, ни о чем не говорит. то есть, это не уникальная конструкция языка, да, какая-то, это используется вот здесь и сейчас, вот таким образом, нигде больше практически трех точек не используется. Там, единственный случай, где еще я помню трех точек, да, это объявление функций с переменным количеством аргументов, вот и все. Да, когда вы можете написать запятая трех точек, и у вас будет там функция считаться неограниченным количеством аргументов. Свичкейс, кстати, да, свичкейс, этот, вот, кстати, свичкейс, откуда я не помню. Тоже, наверное, стандарт. Тут, сейчас проверим, работает вообще или нет. Тут две точки. Да, здесь две точки. Так, долго запускается. О, запустилась. Окей, значит, надо пробелы поставить. Запускаем. Ага. Так. О, работает. Здесь тоже три точки, соответственно, и здесь, и здесь три точки. А, ну, значит, это чисто сишный стандарт. В песах такого нет, точно. Может быть, кстати, добавили там в 22-м каком-нибудь стандарте, но я не уверен. В 20-м не добавляли, по крайней мере. А можно пояснить, почему у нас x равен единице, у нас должен выполняться первый кейс выходит, и 2 умножить на x равно 2, а выводит минус 2. О. Перед этим он вывел двойку, мне кажется, нет? Ну, там последнее минус 2. Нет, смотри, он вывел тройку, запятая, после этого он вывел двойку, минус 2. Брейк, это нет? А, да, Ну да, то есть он сначала попал сюда и вывел 2 умножить на 1, потом дальше прошел и вывел минус 2. Окей, брейк. Ну, в общем, такая штука тоже есть с тремя точками. Вот, он сейчас только двойку вывел. Окей, давайте вернемся к типам данных, к целочисленным типам данных. Кто какие типы данных целочисленно знает? Если по вот этому большему вопросов нет, то давайте вернемся к типам данных. Или если есть по вот этому что-то написанного вопросы, то задавайте. Нету? Ладно, год тогда. Извините, я вас перебил. Давайте тогда все сотрем лишнее. окей, я вижу int, я вижу long long. Unsign, то же самое, double, long double, знаковый. раз уж кто-то написал signet, в каких случаях может использоваться signet, да, вообще зачем нужно использовать signet, если вроде по умолчанию подразумевается signet, когда это используется, что знаю. но signet в два раза длиннее, чем, ну, то есть там только положительные числа. Вроде бы. А, нет, это я путаю, извиняюсь, забыли, что я сказал. Так, хорошо, но тоже не знаю. Чара какого-нибудь. О, кто сказал про чар, кто красавчик? Я. Не успеваю увидеть, кто. Да, действительно, а, все, нашел. Да, дело в том, что чар, скажем так, платформ-бейст, он либо signet, либо он signet может быть, и так, и так. Соответственно, если вы хотите обязательно иметь именно signet чар, да, то тогда вы пишете signet чар. Именно вот в этом случае используется, да. че случилось? Почему он мне x вывел? Потому что компилятор может выводить все, что угодно. Сейчас main, main, c++, сейчас мы gcc запустим тоже x i int ну вообще по-моему где-то есть какой-то какой-то регламент по-моему название это же название берет нас ассемблер откуда-то по-моему так это самое комментируется только вот такие вещи когда пишете текст вы его комментируете о короче выводит флаг с кнефа во при для инта вывел букву и для long long в vlx ну ладно это не лучший способ применять оператор tiebit мы убедились то что здесь не работает в общем то что перечислено тут это int long long consign то же самое давайте разберемся сначала с int long long это в данный момент это 32 байта то есть это целочисленное значение целочисленный тип который может хранить числа от минус 2 в 31 до 2 в 31 минус 1 а long long это 64 байта может хранить от минус 2 до в 63 до 2 в 63 минус 1 собственно почему такие ну почему тут не 64 а 63 кто скажет окей почему у нас long long 64 кайта а хранить он может только 2 в 63 минус 1 максимально знай значение 0 там 0 там степень там вроде под знак отводится 1 байт или что-то такое да то есть у нас этот тип знаковый да из-за представления в двоичной системе исчисления это тип знаковый собственно он хранит знак а потом 63 разряда еще так вот получается то что максимальное число которое может хранить это 0 и дальше у него идет 63 единички вот и 63 единички это как раз 2 в 63 минус 1 соответственно int и long long это самые популярные типы данных в олимпиадном программировании но мало кто знает то что еще в нулевых int был 16 байт 16 бит окей здесь бит никто не исправил бита ну и на самом деле то есть давайте в нулевых отметим то что int 16 бит был ну то есть мы видим то что если мы запустим те программы которые были на старых пентиумах то они будут на самом деле работать возможно в два раза дольше потому что те программы которые были написаны в нулевых они предполагали то что там int 16 бит а там хоп и неожиданно прошел технологический прогресс вот и int увеличили до 32 бит не предупредив их но они не знали что то будет в будущем вот и это на самом деле типы данных не c++ чистые а они заимствованные из c вот и стандарт c++ не гарантирует то что int будет 32 бита собственно там сказано вроде не меньше двух байт вот помимо этой штуки у нас есть тип long int long long int на самом деле просто int можно опускать но полное название это long long int до этого есть short int и есть char это знаковые типы данных в c++ ну и дело в том то что вот это вот штука с увеличением количества бит в int возможно может повториться вновь то есть long long int например бац и станет не 64 бита а 128 бит в какой-нибудь 2025 то есть сейчас в 2020 он 64 бита но возможно потом то же самое увеличит его есть проблема с long int дело в том дело в том то что long int на 64 разрядных системах он 64 бита а на 32 разрядных системах он 32 бита то есть мы видим то что сишные целочисленные типы они ненадежные вот помимо этих типов в c плюс плюс были введены более надежные типы собственно если мы напишем например c плюс плюс типы int 32 то это будет и в и в 2040 тоже 32 бита до 64 у нас никогда не увеличится а int например он возможно еще вырастет что станет для нас неожиданностью вот то есть у каждого этого типа в стандарт c плюс плюс были введены еще аналоги которые возможно использовать для точного указания сколько нужно соответственно есть у нас 8 т есть у нас 16 т 32 т и 64 т это знаковые типы данных и есть также беззнаковые типы данных то же самое но с uint 8 t здесь получается uint 16 t вот ну и мы видим то что этот тип уже записывается в виде одного слова через подчеркивание например если мы бы написали long long int то это три слова да или просто long long это два слова вот ну и лучше использовать на самом деле ну в промышленной разработке точно лучше c plus plus типы данных использовать вот а в олимпиадной разработке типа на свое усмотрение ну и беззнаковые типы данных они хранят от 0 до 2 в степени 8 минус 1 да от 0 до 2 в степени 16 минус 1 от 0 до 2 в степени 32 минус 1 но и то же самое все 4 минно минус 1 давайте кстати проверим работает ли type it для такого типа кто-нибудь использует типы данных из c плюс ну которые были введены или все используют int и long long и писать короче окей а long long type df можно крутить ну окей давайте тогда перейдем к такому примеру unsigned long long int а равняется 1 все а это закомментим о даже const такой монстр ну это будет работать он выведет единичку давайте заодно попробуем проинициализировать максимальным значением b да собственно максимальным значением возможно минус один будет как раз убедимся то что это 2 в 63 2 в 64 минус 1 ну и скорее всего да 18 на 10 18 вот ну и на самом деле эти типы короче писать то есть если мы заменим эту штуку на uint 64 то это просто 8 символов если у нас куча этих типов программе используются функции то ну лучше на самом деле использовать типы данных из c++ то же самое да окей ну да мы тут применили модификатор беззнакового long long int ну мы не обязаны запоминать эти значения ну от скольки до скольки у нас тип данных представляет на самом деле если мы забыли или где-то сидим на олимпиаде без доступа к интернету то мы всегда можем это значение например выяснить да у кого какие идеи как можно выяснить максимальное значение ими минимальное для типа ну сайзов тайп у нас не даст минимальное и максимальное значение вам есть класс номер климится там можно посмотреть макс или что-то такое ну да то есть есть в c++ такой класс для работы с типами номер климитс ну по названию все сразу ясно значит в него передается имя типа и дальше вызываются статические методы например макс да выведем максимальное значение для этого типа ну и заодно минимальное значение выведем мин во и прямо минимальное минимальное lowest должно заработать ну то есть если вы примерно знаете где это искать то можно на соревновании взять и выбить еще один способ можно например стартовать с единицы затем ну все время умножать на двойку 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 и так далее и тогда определите предел типа как только переполнится тип тогда все окей в чем разница между мин и lost так ну разница на самом деле для вещественных типов данных уже то есть мин это изначально введено так чтобы определить прямо минимальное число которое представимо для типа дабл например минимальное по экспоненте то есть если мы в объем сюда дабл для вещественных чисел это короче минимальное положительное число о во да на самом деле здесь как раз мы можем и определить предел для типа дабл то есть максимальное это 1.8 на 10 в 308 минимальное это 2.22 на 10 в минус 308 а у лаваст это минус 1.8 на 10 в 308 поняли разницу на примере вещественных чисел то есть минимум максимум у нас мантиса всегда положительный порядок может быть положительным и отрицательным а в лоус наоборот да так ну на самом деле типы данных целочисленные разобрали давайте перейдем к своему названию типов здесь уже звучало да кстати вот это вот int8 int16 int32 int64 тоже есть и есть int128 в 64 битных операционных системах он есть не знаю по поводу флота но есть флот 128 это если вам нужно вещественный тип 128 битный он везде есть и в 32 битных операционных системах и в 64 битных операционных системах была задача на ру-код осенним вроде где ребята не могли отследить переполнение вот но у них там числа были порядка 10 в 32 максимально и ну и чтобы не отслеживать переполнение в лонг-лонге можно просто заюзать флот 128 и не париться он везде поддерживается а int 128 не везде ну это уже все что начинается с двойного подчеркивания это не стандартные штуки а то что было добавлено в компилятор есть вопросы по типам данных сейчас мы ну мы перейдем к вещественным числам более подробно ну мы так про чар вроде ничего особенного не говорили но наверное что про него сказать то можно интересно ну смотри какой тип будет если мы сложим два чара типа если мы сложим два int то у нас будет int а здесь что я только int с чаром складывал ну давай попробуем два чара сложить типа std seout чар с какой там ну сотку короче плюс чар ну тайп 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 иди вызовет давай просто попробуем сложить для начала чар плюс чар не хочу нажимать короче интерфейс лагает лучше через консоль запускать собрал и запустил консоль не лагает окей смотри он выдал 200 видишь чар плюс чар но на самом деле чар у нас представляет от ну это 8 битный тип он представляет от минус от минус 2 в седьмой до 2 в седьмой минус 1 да то есть 2 в седьмой минус 1 это 127 и 200 уже не представляется ну безнаковый давай попробуем это не точно нужно написать сигнит если ты хочешь так сделать давай попробуем это не проф потому что я не знаю в силенге там он знаковый или безнаковый то есть там может быть от 0 до 255 окей смотри я сложил 4 чара сейчас я скомпилирую запущу видишь уже 4 чара мне выдало 400 ну да все значит это это точно результат сложения чар-чар это точно не чар ну короче чар-чар это инт это определено в стандарте и кстати инт 8т плюс инт 8 это тоже инт 32т 16 пропускает то есть инт 16т не может быть вроде нет на самом деле это все вообще можно проверить вообще руками ну да инт 8т давай короче вместо сложения будем умножать типа чар-на-чар на чар-на-чар если он 16 пропустит то он не сможет вместить так как 16 у нас до 64000 опять я интерфейс кликаю а че на ночь ругается окей давайте воспользуемся фишкой gcc и заинклюдим библиотеку в которой есть все инклюда стандартные библиотеки что-то долго чар плюс инт будет инт это можно кстати потестить тоже во то есть если бы было инт 16т то он бы не представил точно число 10 8 но это единственная особенность чар еще есть вопросы ну раз вопросов нет тогда здесь прозвучало define ну олимпиады некие для удобства набора кода вот такие длинные штуки не пишут это больно длинно писать const ans long long int вот и проблема начинается когда мы захотим например создать кучу таких переменных вот и нам все время будет нужно копипастить bcd e ну и каждый раз такое не понапишешь что-то он ругается а где редекларация заработал интерфейс во и применяют следующие техники то есть вводят свое название для такого длинного типа данных сделать это можно тремя способами насколько я знаю первое это конечно define кто-то уже рассказывал об этом назовем mytype1 и тогда нам просто нужно вместо этого написать mytype1 но это пусть останется дальше это type def здесь насколько я помню порядок изменен на противоположный или нет не знаю заработает нет есть у нас c++ штука using 3 типа type 2 type 3 наверное type def не заработает из-за того что куча пробелов нет хрен знает или в type в type def тоже обратный порядок кто знает не вроде правильно написал так на глазок по крайней мере точка запятая нужна нет он не хочет надо попробовать теперь так окей так не хочет ну в общем первая проблема type def это то что например вот этот вот тип уже никак нельзя нам назвать но мы ну вот это потому что он состоит из нескольких слов и соответственно если это было бы uint 64t но без const то он бы вроде взлетел что это не так опять сделал вообще возможно дело в том что type def не нужен type def ужасен поэтому он самостоятельно стреляет себе в голову и отказывается работать ну то есть возможно возможно дело в этом надо посмотреть еще раз на вывод ошибок я не запомню что он там писал давайте посмотрим уже запущено пожалуйста остановите это окей ну вроде он выдал ну вот да так работает заработало значит давайте попробуем наше про наследование позже ответим так с большим длинным типом нет не хочет отвечать ладно на самом деле а все ответил нам нужен какой-то альтернативная среда для множественной разработки или просто пошарить экран окей так тоже заработал ну в общем все у нас все заработало значит три возможные способа объявить свое сокращение для типа ну да четвертое наследование мы позже о нем скажем значит первый тип это через define второй тип это через typedf собственно название само отвечает то что это typedf типа определить тип define от слова define и using ну собственно мы просто говорим то что мы будем использовать этот тип как альтернативу этому то есть у нас получается мы вводим второе название для типа кто что из этого уже использовал в своих программах на c++ окей кто-то использовал и то и то ладно не буду вас томить в общем мы рекомендуем использовать для названия типов только using то есть type define это непосредственно макро подстановка то есть эта штука заменяет любое вхождение вот это вот выражение в коде на вот эту вот штуку когда это может не работать например когда мы выводим вот так mytype 1 1 stdseout handle то есть в данном случае у нас не заработает и не скомпилируется будет ошибка компиляции потому что define просто возьмет и подставит сюда вот это вот выражение вот и соответственно у нас будет сразу пять слов и seout не поймет что мы хотим сделать но это конечно можно избежать если мы заключим mytype в скобки да вот он ругается как как раз если мы заключим mytype 1 в скобки тогда seout поймет что мы хотим сделать и уже выведет то что надо во единицу вывел дальше typedf это тоже макро постановка но более умная вроде она это как этот как раз случай учитывает то есть она создает собственно синоним для типа и то есть он не заменяется в исходном коде например на 5 слов а этот тип где-то лежит в данных и когда нужно то он уже применяется то есть видимо на этапе ассемблера понимается Денис я прав ну в общем случае да тут как бы typedef и using они довольно похожи в учении того что typedef с макросами не работает сколько я помню да поэтому не существует случаев да когда вам реально потребуется использовать typedef вместо using до тех пор пока вы на c++ пишете да вам не имеет смысла использовать typedef просто никогда используйте typedef используйте using на этом в принципе все рекомендации наверное здесь заканчиваются ну да собственно typedef такая же штука как using только она не умеет работать с шаблонами сейчас поясню что это значит у нас например если мы хотим использовать set который хранит элементы не в порядке возрастания а в порядке убывания ну назовем его set gt using то мы можем сделать так мы можем добавить шаблонный параметр и проинициализировать собственно тт а здесь передать компаратор который будет сравнивать в порядке возрастания вот и соответственно это у нас выльется просто в set gt от int сет и дальше мы проинициализируем 1 2 3 4 5 вот и выведем но это прям реальный пример из олимпиад сейчас объясним что это да вообще наверное тут не совсем понятно я не знаю на самом деле уровень присутствующих но такой вопрос просто возник а кто вообще понял что написано в пятой строчке то есть тут прям такие есть кто вообще понял что написано в пятой строке ну а статокрейтер не очень понятно ну понятно вот кому-то понятно такой нестройный хор нестройный хор ну да мы дойдем в нашем курсе до этого но в общем здесь у нас есть стандартная библиотека данных в которой лежит у нас структура данных множество вот и у этой структуры данных множество то есть set у него несколько параметров первые два это тип t и собственно функция которая сравнивает эти типы ну в каком порядке сортировать по стандарту это всегда set t less t то есть это множество хранит у нас элементы в порядке возрастания и мы просто стандартный less заменили на crater вот и эта штука позволяет хранить нам элементы в порядке убывания вы можете видеть справа вывелось 5 4 3 2 1 хотя мы инициализировали 1 2 3 4 5 вот и мы в создании переменной set мы использовали свой тип и передали туда только один параметр вот и на самом деле свой тип мы определили в пятой строчке вот и в пятой строчке мы указали то что использовать свой параметр и стандартный компаратор на больше со своим типом данных вот ну в общем type def это не сможет все делать поэтому type def выкидываем вот using оставляем ну и define видимо тоже не сможет это сделать ноуты файн другие функции есть эта штука умеет генерировать код в рантайме вот ну в общем для определения своего типа лучше использовать using так давайте покажем несколько примеров использования например стандартные ну я думаю мы еще дойдем до шаблонов в следующих субботах и тогда уже подробнее раскроем эту тему а пока не надо вскрывать эту тему что это такое особенно первокурсникам ну обычно используется сокращение которое удобно набирать если вы например взглянете какие-нибудь исходные коды опытных участников на код форсис то вы увидите следующее типа они используют LL для лонг-лонга ULL для безнакового лонг-лонга соответственно ну можно например использовать еще PII это пара из двух винтов тоже PLL вот пара из двух лонг-лонгов и тогда например если вы хотите создать две переменные типа лонг-лонг это просто делается так и так и можно вывести их значение то есть если мы используем довольно короткие обозначения типов но интуитивно понятные то скорость набора кода у нас довольно сильно сокращается и размер кода тоже уменьшается особенно функций давайте убедимся то что все работает окей да using нельзя использовать так в другом using нам нужен прямо или да то есть у нас не заработало надо прямо точно указать ну то есть using довольно удобно использовать есть вопросы по using ну потому что сейчас на экране видимо нет ну в общем using просто облегчает жизнь можно использовать не только вот так а на самом деле какие-нибудь битовые операции давайте самый частый пример вот у нас было соревнование в мира где нужно было решить задачу цв в которой нужно было использовать операцию побитого и судовик влево на ну число больше чем размер типа ну например на 60 вот ну и у нас был человек который написал правильный код и от ну он выдавал в ронг хансфор и он целый час сидел вот и не мог найти ошибку но мы как раз эту ошибку разберем сейчас то есть мы делаем побитого и сдвиг влево вот и мы не получаем два в 60 но на самом деле у нас силенк выдал ворнинг да проблема в том то что когда мы делаем сбитого сдвиг на 30 например влево то у нас все хорошо будет а когда мы делаем на 60 то у нас будет переполнение типа так как целочисленная константа один она рассматривается как инт то есть 32 битный тип есть идеи как сделать так чтобы один содвинутая влево на 60 работала но можно явно привести к большему типу одной из чисел давай попробуем правая привести к лонг-лонгу ниже левая чтобы не запускать несколько раз о я думаю это будет достаточно ну на самом деле заработал по-моему только последний пример у нас 5 чисел выведено ну и 5 число у нас заработало нормально то есть если мы приведем величину содвига к типу лонг-лонг то эта штука не заработает поэтому нам надо приводить левую часть к лонг-лонгу и и тогда уже эта штука работает ну то есть юзинги например можно использовать не непосредственно для определения переменных а вот в приведении типа нет так не заработает проверим ль-л-1-60 так да ну и мы в процессе забыли на самом деле ответить на там вопрос про наследование да можно ли класс type ма-4 унаследовать там от константа лонг-лонг нет нельзя от стандартных от встроенных типов данных наследоваться нельзя ну то есть от примитивных типов или каких ну да нельзя унаследоваться там от н.то или от флота от них нельзя наследоваться окей значит мы пишем то что нельзя так что у нас есть три варианта ну собственно лучше использовать using как его использовать было показано тут давайте посмотрим варианты использования define собственно define используется тогда когда нужно сгенерировать несколько похожих success с строчек кода например раньше мы для разных типов выводили какой-то максимум минимум и наименьший элемент давайте попробуем это сделать без повторений кода то есть мы будем выводить информацию о типе данных да некоторый print x и мы будем выводить несколько вещей во-первых мы выведем имя этого типа да и двое точие дальше мы выведем лимит от этого типа max ну мин тоже во должно работать и например запустим от int вот и запустим для для long-long не будем пока запускать для int 64 t запустим и для дабла а хэштег x это что сейчас увидишь запустится соответственно хэштег x это выводит то что было передано в качестве аргумента то есть выводит в виде сишной строчки где-то не закрыта фигурная скобка где кто-нибудь видит да уже закрыт по-моему окей давайте запустим зону во что мы видим сначала выводится хэштег x собственно здесь вывелось у нас int да потому что мы передали int дальше у нас вывелось максимальное значение минимальное значение и снова наименьшее значение дальше у нас int 64t это снова хэштег x то есть хэштег x выводит аргумент в таком виде в котором он был передан то есть если было бы передано выражение то он бы вывел выражение какое-нибудь то есть выводит аргумент в том виде в котором он был передан например 1 плюс 2 например он так выведет да 1 плюс 2 он выведет как 1 плюс 2 вот как строчку ну и соответственно для дабла видим то что он вывел то же самое минимум максимально минимально и наименьшее вот define у нас используется тогда когда нужно в режиме то есть когда мы пишем код перед его компиляцией сгенерировать какой-то дополнительный код как это работает соответственно под сатановщик видит выражение print он находит то что есть define с таким именем и он берет соответственно вот здесь вот вместо этой штуки прямо берет и вставляет вот такую вещь ну то есть здесь он вместо хэштеги x вставляет строчку int здесь он вставляет int int то есть берет и вставляет дальше он находит следующий принт и опять же берет и вставляет новый код и так далее то есть define просто берет и тупо вставляет код в режиме макроподстановки непосредственно перед компиляцией ну и это находит свое применение например решетка x невозможно вывести без define то есть с шаблонами такой штуки нет имя выражения дальше мы можем define использовать не только в качестве вывода некоторой информации о типе на экран а довольно часто можно использовать эту штуку ну видеть ее использование при дебаге например туристы используют эту вещь типа вводится некоторый define который называется дебаг вот и выводится имя переменной дальше знак равно с пробелами дальше значение переменной и вводится handle вот если мы например создали какую-то переменную а 1 да int b 2 int c 3 и мы хотим например вывести эти переменные то мы просто напишем дебаг а да b c вот и он выведет нам уже в том видео в котором мы указали то есть имя переменной потом знак равно ее значение то есть эта штука довольно часто используется в основном при дебаге вот он в таком формате собственно и вывел в котором мы определили define но это на самом деле самые часто использованные используемые примеры есть еще ну его наверное позже разберем проблема define основная заключается в том то что например если мы рассмотрим define какой-нибудь максимум от двух переменных то есть если x больше y то мы вернем x иначе мы вернем y и все это обернем в скобки вот и выведем например max ab max ac ну и max bc то есть в максимуме мы использовали тернарный оператор который выберет нам из двух значений наибольшее все знают что такое тернарный оператор или еще нет ну я знаю там не знаю как ребят да знаю окей ну в общем видите да преимущество вот этого шатуки собственно оно выводит выражение которое было передано а потом значение этого выражения то есть это намного упрощает вывод в консоль и оно вывело собственно из двух переменных a и b вывело 2 из ac вывело 3 из bc вывело тоже 3 но проблемы начинаются на самом деле когда мы в этих выражениях используем еще выражения типа мы не просто максимум выбираем из a и b а выбираем например из a плюс плюс и b плюс плюс по идее нам должно выдаться 3 и нам и выводится 3 а почему так да нет просто если a плюс плюс и b плюс плюс в общем-то не 3 должно быть а 2 максимум дело в том что плюс плюс ты же использовал постфиксный у нас будет максимум между там единичкой и двойкой поэтому наоборот вывелось это как раз таки неправильно вывелось тройка в то время как мы хотели увидеть двойку двойку хотели увидеть окей давай нормальный вариант типа когда плюс плюс а и плюс плюс б выполняется во вывелось 4 а на самом деле мы хотели увидеть 3 кто знает почему так произошло ну и давайте сделаем а минус минус б минус минус и выведем то же самое но с стд макс давай лучше только не а минус минус а минус минус а присваивание это а ну да 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 запутаем окей а равняется 1 б равняется 2 короче присвоим то что до этого было во стд макс у нас вывел 3 макрос наш самописный макс вывел 4 у кого какие идеи почему так произошло кто знает может быть инкременты дважды выполняется ну да то есть макро подстановка это прямо в тупую взять и подставить в код то есть у нас будет не то что мы захотим а у нас будет такая штука типа плюс плюс а больше чем плюс плюс б дальше плюс плюс а плюс плюс б вот у нас такая штука будет и получается у нас два раза сделается плюс плюс в этом и отличие функции от макросов так что макросы довольно сложная тема и сложные выражения лучше туда не передавать но для этих случаев возможно когда нам нужно вывести кучу различной информации сразу для нескольких переменных однотипную информацию так ну давайте тогда затронем область видимости переменных и на этом наверное все будет нет у кого-нибудь есть вопросы всем все понятно или единственное я бы задал вопрос немножко не по теме почему пишется endel везде а не slash n ну на самом деле можно и slash n просто привычка писать endel просто я слышал что он эффективнее slash n да эффективнее он в общем накапливает вывод не сбрасывая его сразу в консоль endel как только вы напишите endel то все все что было записано будет записано в консоль собственно при записи в stdcout у нас есть некоторый буфер ну например на 1024 символа да и просто если мы записываем какое-то выражение например a b c d e f просто в начало этого буфера в памяти пишется a b c d e f g и так далее собственно здесь пустые точки дальше например если мы запишем еще раз эту штуку то у нас сюда же запишется второй раз это фигня вот и в чем различие std endel собственно если мы сейчас запишем endel то у нас вот сюда вот запишется slash n да то есть символ переноса и дальше вот это все будет выведено в консоль либо файл то есть мы вот эту штуку на экране увидим вот а буфер он снова станет пустым все понятно спасибо за объяснение по макросам тоже все круто окей вот а если мы просто slash n добавим то ничего не будет скинуто в буфер собственно ну то есть ничего не будет выведено на экран ну тогда идем дальше давайте такой пример на засыпку какой-нибудь код сгенерируем с областью видимости ну у нас есть локальные сколпы например в мэйне мы видим это от точки на самом деле давайте оставим дебаг чтобы лишний раз не вводить о здесь делаем а здесь делаем а так во и соответственно здесь мы выведем это а здесь выведем это и здесь выведем это вот что мы видим во первых мы можем фигурные скобки открывать в любом месте где захотим как это было продемонстрировано просто взяли и захотели и открыли некоторый скоб где мы можем что-то делать изолированное от других мест во вторых мы видим то что почему-то у нас из нескольких ну во первых у нас в коде существует три переменные которые называются буквой а и почему-то у нас выводится из всех букв а выбирается сначала та которая 3 равна потом та которая 2 потом та которая 1 собственно нам нужно ответить на этот вопрос почему так делается вот и почему ну то есть вот давайте скопируем вывод который у нас был то что мы увидели потому что сейчас мы наверное ничего не увидим ага использование не определенный нет не заданного идентификатора а то есть он здесь не увидел переменную а вообще кто знает почему так произошло ну давайте начнем с вопроса почему он вот здесь вот не видит букву а соответственно в 22 строчке кто может ответить но в общем то я уже она уже была удалена нет ну да она была удалена и собственно в 22 строчке нет ни одной буквы а уже из существующих переменных окей почему в 16 строчке он вывел ту которая была равна трем судя по всему потому что стандарт такое поведение гарантирует а какое именно поведение он гарантирует что если существуют две перемены с одним и тем же мем то будут вводиться так которая появлена в текущем скопе то же самое с аргументами функции когда внутри функции там intx и в параметрах передается x да но Дмитрий уже заспойлерил как обратиться к той переменной которая находится на один скоп выше это не заработало короче это заработает если мы сюда переставим да это обращение глобальному скопу да поэтому не вывести никак пока закомментим ну то есть если у нас есть несколько переменных с одним и тем же именем то они у нас живут в разных скопах да эти скопы могут быть вложены друг в друга области видимости переменных значит переменные у нас видны от ближайшей первой фигурной скобки до ближайшей последней фигурной скобки то есть ближайшие открывающиеся слева и ближайшие закрывающиеся справа соответственно здесь тоже переменная равная трем видна со строчек 15 по 18 и получается когда закрывающая фигурная скобка нас с отойот то все это переменная удалится так и то же самое для двойки она видна только во внешнем скопе с 12 строчки по 20 и для единицы она видна с 10 строчки по 22 по моему из этого скопа невозможно вывести ту переменную которая имеет значение 2 но я не уверен в этом Денис ты знаешь способ вывести вот эту штуку ну судя по всему нет так как скопы оба локальные они перекрываются да это скорее всего нет окей ну если у нас была бы какая-нибудь ноль только если бы скоп был бы именован что такое именованный скоп ну просто написать можно namespace и название а да попробуем namespace например а а окей ну это просто двое точки погнали по-моему не заработает да я думаю заработает ждем нет не заработает namespace can only be defined in global дипликейк а ну вообще просто видел все-таки такое использование но это был компилятор под этот самый под одну из систем реального времени и там gtc-шник у них был самописный то есть они сами его исходник писали но туда так что именовать локальные namespace и нельзя только глобальные соответственно в принципе все то же самое бы работал но только нужен глобальный ну в общем да не видно то есть переменную со значением 2 мы никак не сможем вывести и здесь есть еще пример в 21 и 22 строчке дело в том то что вот в глобальном скоупе лежит переменная а со значением 0 то есть в глобальной области видимости вот и ее можем вывести при помощи двоеточия двоеточия просто обращение к глобальной области видимости и дальше а ну вот такие дела ну и давайте еще расскажу как расширить есть у нас стандартные макросы типа line ну двоеточие двоеточие line двоеточие двоеточие не двоеточие а нижнее подчеркнение нижнее подчеркнение ну и function то есть если мы хотим узнать в какой функции мы сделали вывод о должно заработать и в какой строчке этой функции то мы можем использовать стандартные макросы function и line посмотрим как это работает function это соответственно название функции line это номер строчки должен быть да вот функция main строчка 17 у нас вывелась переменная a значение 3 соответственно строчка 19 выявилась 2 и строчка 21 у нас вывелась 1 ну и теперь у нас макрос дебаг довольно мощный может выводить переменные ну и как уже сообщалось если мы что-нибудь типа такого напишем 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 то должно вывести 15 ответ да во соответственно выражение выводится так как мы его передали в макрос с плюсиками со всеми делами и дальше получается у нас уже выводятся результаты этого выражения вот соответственно решетка x это тема есть вопросы по поводу области видимости переменных ну давайте пока вы думаете по поводу вопросов я продемонстрирую наглядно то что у нас происходит создание объекта и удаление с наоборот то есть мы создали свою структуру с конструктором и деструктором соответственно здесь мы вводим то что object as created а здесь мы вводим то что объект удален вот и заменим наши штуки на а здесь тип а 19 строчка здесь получается а у нас будет 23 строчка а 25 строчка и здесь 27 строчка ну и на самом деле мы выведем еще такую штуку как end of main конец функции main и ну и дебагу у нас не будет так как у нас нет оператора вывода ну и просто мы убедимся то что переменные создаются и удаляются в том порядке в котором мы их объявили вот да и пока мы ждем так сказать я еще в чате общий вот general тут же в дискорде закинул ссылку на формочку в которой вы можете абсолютно анонимно оставить ваш отзыв может быть вы что-то интересное хотите сказать это надо сделать анонимно вы можете высказать всегда люблю давать возможность с помощью формочки вот ссылочка а ну то есть фидбэк собираешь окей да да коллекционируем окей ну в общем да ссылка на фидбэк в чате на анонимный фидбэк ну в общем то что мы видим ну да мы мы ну некоторые из нас сейчас не знают что такое конструктор и дес трюктор но в нескольких словах функция названная таким же тип таким же способом как имя типа она создает объект а функция которая названа с таким же именем типа но с тильдой она удаляет объект ну и соответственно мы видим то что сначала у нас создался 19 объект да давайте еще выведем начало функции main значит сначала должен создаться 19 объект потом только должен быть вход в функцию main вот потом должен быть создаться 23 объект создаться 25 создаться 27 а потом они постепенно удаляются долг конечно кто-нибудь знает какие-нибудь еще среды разработки для нескольких человек вообще у нас в мира один из преподов помню использовал еще такую среду название забыл вспоминать окей ну в общем пока ты вспоминал все вывелось соответственно вы можете обратить внимание на порядок в котором были созданы объекты и в котором они были удалены соответственно мы тут явно видим то что наша переменная 27 она точно будет удалена раньше чем 25 ну когда достигнет скобки закрывающей вот область видимости довольно часто используется даже в промышленной разработке когда нам нужно что-нибудь создать какой-нибудь временный объект чтобы он побыл в скопе а потом чтобы он удалился безопасно например в той же монокопоточке используется в целом с переменной с одинаковым названием же не очень хорошая идея даже в разных скопах да на и та же переменная ну условно да да ну это плохая идея конечно да называть одну и ту же перемену да если мы сделаем типа скомпилируем нашу штуку чтобы он ругался на все в all в extra shadow pedantic так вот он заругался соответственно то что как раз вы заметили говорит то что нехорошо объявлять переменную названную так же это исключительно для демонстрации надо понимать что было сделано да разумеется в реальности никто прям одинаковые это имена в общем-то и не использует ну на самом деле у меня была такая вещь типа когда я в раунде искал полчаса ошибку короче были два цикла фора первый по и там ну до n например второй был по g от нуля до m g плюс плюс здесь была куча строк ну в общем я вот тут написал что-то ну в формуле использовал вместо g использовал и ну а у меня был было два цикла for короче первое и второе но я был не выспавшийся в общем да и типа я думал то что использую внешнюю а я все это время использовал внутреннюю и искал ошибку поэтому ну это можно сказать то что жизненная ситуация называть одни те же переменные одними теми же минами лучше чтобы каждая переменная имела уникальное имя ну в скопе хотя бы а ну хорошо это я полагаю наверное практически все что мы хотели за сегодня рассказать но мы не рассказали вещественные типы да но мы уже на следующем занятии расскажем мы уже и так ребят задерживаем не будем держать дальше тогда давайте это на самом деле надо было копировать примеры и сохранять типа вот здесь вот здесь есть слева файлы может можно организовать несколько файлов типа чтобы потом те кто хотел посмотреть еще раз просто потыкали файлы так у нас только main точка cpp вот ну что-нибудь придумаем следующий раз окей ладно я останавливаю запись неожидан